А помню, да, в китайской провинции Сычуань стая обезьян украла у меня любимый компас. Правильно сделала, нечего было класть его в ящик с бананами. А чего стоил сплав по бурной реке Шингу, правый приток Амазонки, чего-чего, вот этой вот седой пряди. Что-то я совсем погрузился в воспоминания. Здравствуйте, мои любознательные друзья, извините, что я так отвлекся. Все началось с вопроса Светы Султановой. Дорогой профессор, я очень люблю гулять по лесу, но очень боюсь змей. Моя бабушка говорит, что у нас в лесу полно змей. Что мне делать, если я наткнусь на змею? Вот здесь записан ответ. Из личного, так сказать, опыта. Вот что у меня за почерк. Вот сам еле разбираю. Ага. При встрече со змеей делать ничего не надо. Дело в том, что змеи кусают только тогда, когда их к этому принуждают. Всякая здравомыслящая змея старается избежать встречи с человеком. Своевременно уползти во свояси. Друзья мои, я вновь даю совет. В любой ситуации сохраняйте спокойствие. Если вы завяжите, вы напугаете змею. И от страха она бросится на вас. Тем более не стоит глотить змею палкой. На причиненную ей боль она непременно ответит, причинив боль вам. Запомните восточную пословицу. Пока змее не наступишь на хвост, она не укусит. Вот согласно ей и действуйте. Гуляя по лесу, внимательно смотрите под ноги. Тогда и вы, и змея останетесь в полном здравии и довольстве друг другом. Так, с присмыкающимися мы разобрались. Переходим к следующему вопросу. Так, Валентин Филимонов из Петушков спрашивает. Андрей Иванович, моя бабушка время от времени жалуется на головную боль и говорит, что в этой боли виновата магнитная буря. И что это за буря, из чего она? Снежная буря состоит из снега. Получается, что магнитная буря из магнитов. Вот это воображение. Буря из магнитов. Надо же такое представить. И все-таки, уважаемый Валентин, вы не правы. Магнитная буря состоит не из магнитов, а из магнитных волн. Откуда они берутся, сейчас все хорошенько разузнаем. Начнем с того, что вспомним. Наша планета окружена магнитным полем, которое создает сама. Мы знаем, что Земля вращается вокруг собственной оси, но одновременно с этим вращением происходит перемещение жидкого вещества во внешнем ядре планеты. В результате вырабатывается сложная система электрических токов, которые и создают магнитное поле. Кстати, магнитное поле планеты простирается на высоту около 100 тысяч километров. Но не только у Земли есть магнитное поле. И не она одна способна производить электричество. Наше любимое Солнце обладает куда более мощным магнитным полем. Кроме того, оно ежедневно посылает на Землю огромный поток энергии. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это Солнце. Это Земля. Это поток энергии. Он состоит из электромагнитного излучения, ультрафиолетового и рентгеновского излучений и солнечного ветра. Солнечным ветром ученые называют постоянный поток плазмы, исходящий из светила. Но это еще не все. Время от времени Солнце выбрасывает грандиозное количество вещества. Продвигаясь к нашей планете, это вещество преобразуется в магнитные облака, которые вызывают возмущение магнитного поля Земли. Особенно сильные возмущения принято называть магнитными бурями. Самая сильная за всю историю человечества магнитная буря произошла в 19 веке. Она вошла в историю как солнечный супершторм или событие Карлингтона. В честь британского астронома, которому посчастливилось заметить гигантский выброс солнечной массы. Супершторм привел к отказу телеграфных систем. Зато в тот день по всему миру можно было наблюдать северное сияние. Например, явление столь необычное для скалистых гор в неурочный час разбудило золотоискателей. Они приняли солнечное сияние за рассвет, взялись стряпать завтрак. Вот такой удивительной мощью, уважаемый Валентин, обладают магнитные бури. Они вызывают поломки техники и влияют на здоровье людей. Негативному влиянию магнитных бурь подвержена половина человечества. Так что, Валентин, последите за бабушкой. Пусть в такие дни она полежит в постели. Ну а мы от магнитных бурь переходим к письму Дениса Амфитеатрова. Он пишет. Андрей Иванович, я хочу стать знаменитым путешественником, но мама говорит, что с моим слабым здоровьем не может быть и речи о путешествиях. Что вы посоветуете? Как мне быть? Денис, советую вам как мужчину мужчине. Утром зарядка, потом контрастный душ, и вашему здоровью позавидует африканский слон. Но для того, чтобы войти в историю географии, необязательно самому отправляться в пути дороги. Не верите? Напрасно. Сейчас я познакомлю вас с замечательным человеком. Для начала не забудьте, что при встрече с принцем шляпу нужно непременно снять. Буатарде. Добрый день, мои любознательные друзья. Рад приветствовать вас на мысе Сагреш, что находится в Южной Португалии. Здесь расположена резиденция Энрике Третьего, сына короля Жоана Первого. В наши дни принято называть его на английский лад Генрихов. Но как ни назови, вот он. Принц спешит к морю. Здесь, на берегу, состоится его традиционная встреча с мореходами. Принц будет расспрашивать их о дальних странах, жадно впитывать каждое слово. Потом он вернется в замок и снова склонится над картами. За свое увлечение принц уже заслужил почтительное прозвище «мореплаватель», к которому злые языки неизменно добавляют, никогда не видевший море. Но принц не обращает внимания на насмешки. Он мечтает найти морской путь из Европы в Индию. Для этого он корпит над картами, для этого снаряжает экспедиции одну за другой. И такая настойчивость принесет свои плоды. В 1420 году один из кораблей, посланных принцем Энрике, откроет остров Мадейра. Еще через 20 лет экспедициями принца будут открыты Зеленый мыс, острова Зеленого мыса и река Рио-Гранде, что протекает между США и Мексикой. Именно Генрих-мореплаватель превратит маленькую Португалию в великую морскую державу, а навигацию в точную науку. Но принц так и не дождется исполнения своей главной мечты. Он отойдет в мир иной, так и не найдя морского пути в Индию. Но в год его кончины родится Васкадагама, человек, который воплотит в жизнь мечту Генриха-мореплавателя, португальского принца Энрике. Вот так, дорогой Денис, принц Генрих не рисковал своей жизнью в бескрайних водах, но для исследований нашей планеты, пожалуй, сделал больше иных капитанов. Это вам информация к размышлению. А мы приступаем к письму Гали Сверидовой. Она предельно лаконична. Расскажите про Этну, пожалуйста, с превеликим удовольствием. Этна. Этна находится у нас вот здесь. 37 градусов 43 минуты северной широты и 15 градусов 0 минут восточной долготы. Восточной части острова Сицилия. Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Его высота – 3326 метров. Ближайший сосед Этны – Везувий – ровно в два раза ниже. Впрочем, высота Этны меняется от извержения к извержению. И сегодня она на 200 метров ниже, чем два века назад. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому берем с собой фотоаппарат и вперед. На прогулку по склонам самого высокого европейского вулкана. Друзья мои, спешите видеть. Перед нами Мон Гибело. Так называют этну сицилийцы. Не ищите в этом имени сходство с русским словом «гиби». Мон – это гора на латыни. И Гибело – тоже гора, но уже по-арабски. Хотя с этой стороны вулкан выглядит довольно жутко. Такое впечатление создают пласты серо-черной застывшей лавы. Хотя заснеженные вершины выглядят весьма мило. Как вы считаете? Снег на Этне лежит до начала июня. Зато когда он растает, вниз по склонам побегут талые ручьи. И вулкан покроется цветами всех оттенков радуги. Ну, Этну мы с вами хорошенько рассмотрели. Теперь предлагаю подняться к ее вершине. Пока мы будем карабкаться по склонам, не забывайте смотреть по сторонам. Говорят, здесь потрясающие виды. А я продолжу рассказ о самом известном вулкане мира. Известном, потому что с ним связано множество преданий и поверий. Например, древние греки были уверены, что в недрах Этны томится огнедышащий дракон. Вот мы и на вершине. Перед нами четыре активных кратера. Ближе подходить нельзя. Напоминаю, Этна – действующий вулкан, готовый извергнуться в любую минуту. Последнее извержение произошло в 2002 году. А самое сильное – раньше на четыре с половиной сотни лет. Выброс лавы сопровождался сильнейшими землетрясениями, в результате которых Этна раскололась. Видите эту расщелину? Она тянется на 14 километров и напоминает о том давнем извержении, продолжавшемся чуть ли не полгода. Пока Этна не начала проявлять свой тяжелый нрав, я предлагаю быстренько сфотографировать эту капризную красотку. И по домам. Сегодня мы переделали массу дел. Мы выяснили, что такое магнитная буря, познакомились с Генрихом-мореплавателем и посетили самый высокий европейский вулкан. Конечно, мы многое успели. Но сколько всего еще нас ждет впереди? Присылайте, друзья, свои вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксийская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmoja.ru. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин